Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Александр Францевич Честь имею Кажется плохие новости Аннушка Аннушка Что случилось? Татьяна Сергеевна Кулешовова Погибла В реке нашли Как прикинь? Да ну да Боже мой Ужас Это после вчерашнего А ты как узнала? А я там каталась утром, а там полиция стоит Я представляю каково сейчас Петру, Петру Ивановичу Я схожу, скажу ему несколько слов Да, да Это ужасно Это ужасно Татьяны с нами, больше нет Нет Мне Ульяна рассказала вчерашнем вечере Что с тобой случилось Пустяки, там просто очень душно было вот Нет Такие сомнительные опыты мне для юных особ Обещай мне, что это больше не повторится Что еще? Ведь это я Нам надо поговорить Оставьте меня в покое Открой Я знаю, что это ты Ты в своем уме Ульяна Умоляю тебя Давай уедем Ну что тебе здесь Мне все равно, что ты сделал Я ничего не сделал Ничего не сделал Ничего не сделал тогда Ничего не сделал сейчас Просто прогуливаешь к реке барышень А потом их из воды достает Это совпадение Это трагическое совпадение Ты слышишь? Ничего более Занитка, милый мой Я умоляю тебя Ради того, что было между нами Я умоляю Давай уедем У меня есть деньги Передела Оставьте меня Не смей со мной так обращаться Я знаю, это ты И я смогу подтвердить, что тебя видела Если ты не поедешь со мной Была и нет ее Была и нет ее Ведь ничто не предвещало Вчера были гости Шутил Смеялась А кто в гости? Только самые близкие друзья и знакомые Громова, Миронова, а также Семенов, учитель и Мазаев, художник А Семенов и Мазаев это чьи друзья? Татьяна Она любила окружать себя Странными личностями Один художник, другой стихоплет И вас это не беспокоило? Помилуйте Моя жена Порядочная женщина А все эти художники это невинный флирт, не более того Вспомните, а вчера накануне не было ничего необычного? Да Был один странный момент Вы знаете, Татьяна захотела провести спиритический сеанс Я не стал возражать В город приехал Петр Миронов, медиум Так вот, именно он и напророчил ей неминуемую смерть Глупость, но и только Был момент общей неловкости Прошу прощения А Вас не смутило, что вашей жены всю ночь не было дома? Видите ли У нас разные спальни Я ушел к себе раньше А утром, когда она не вышла к завтраку Я просто не стал ее беспокоить А потом приехал Городовой Я пока не могу раскрывать всех обстоятельств дела Но то, что смерть Татьяна Сергеевна это не самоубийство Я практически уверен Стойте Вот еще что Буквально час назад слуги нашли в ее комнате Вам знаком этот почерк? Нет, разве вы не видите Это же написано печатными буквами Специально, чтобы не узнали почерк Благодарю Я возьму это с собой Мои соболезнования Поверить не могу, что Кулешов мог убить родную жену Мотива пока не вижу Хотя спали они в разных спальнях Черт их знает этих мужей По полжизни не живут с своими женами А потом за интрижку убить готовы А Альби у него ведь нет Записка странная Угроза? Вы отправляйтесь в управление Наведите справки Об этом деле на берегу, которое было пять лет назад А я наведаюсь к этому господину Идем Все это весьма неприятно Я сегодня же пойду к полицмейстеру Узнаю все подробности Да, и поговорите с братом Он совершенно пал духу Да, непременно Ты кого-то ждешь? Нам какой ты господин Добрый день Добрый день Следователь Штольман Я хотел бы поговорить с господином Мироновым Миронов? Виктор Иванович Так мне нужен Петр Миронов Мой брат А по какому вопросу? Я расследую обстоятельства гибели госпожи Кулешовой Хотел задать ему несколько вопросов Позвольте, ну а При чем здесь Петр? Я, видите ли, адвокат Формальность всего несколько вопросов Прасковья Будь любезна, найди пожалуйста Петра Ивановича и попроси его зайти ко мне в кабинет А вы присаживайтесь Мария Тимофеевна Яков Платоныч А это наша добрая соседка Ульяна Тихоновна Очень приятная Бедная Татьяна, бедная Татьяна Она вчера оказалась такой счастливой В центре внимания, в кругу поклонников Правда мне вчера показалось, что муж не очень был доволен их присутствием Как-то был раздражен А кого вы имеете в виду? Семенова и Мазаева Они пытались наперебой за ней ухаживать Петр Иванович Ожидают в кабинете Благодарю С вашего позволения Я как адвокат хотел бы присутствовать при разговоре Не возражаю И так вы и предсказали госпоже Кулешовой смерть Не я Хорошо, не вы Ну и что было дальше? Что было дальше? Дальше сеанс завершился Все разбрелись А точнее? Я предложил Кулешовой совершить прогулку Зачем? Была необходимость Мне показалось, что сеанс произвел на нее неприятное впечатление Я посчитал необходимым его развеять и разъяснить ей, что предсказание не есть приговор И куда же вы пошли? К реке Когда вернулись? Видите ли вернуться я один Потому как Кулешова сказала, что желает побыть одна, я ее оставил и ушел А затем мы с племянницей уехали И как я понимаю, больше госпожу Кулешова вы не видели Больше не видел Я вынужден задержать вас, господин Миронов, по обвинению в убийстве Ну, послушайте Ну, это ведь чушь Ну, я убийца? Ну, это же чушь Ваше обвинение безосновательным Следствие во всем разберется Если вы не виновны, так вам ничего не грозит Но в сложившихся обстоятельствах я не могу вас не задержать Я обжалую ваши действия Разумеется, это ваше право Жду вас, экипаж уворот Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты же практически признался в убийстве Зачем надо было рассказывать про эту прогулку? А что мне скрывать? Что мне скрывать? Объясни мне, все видели, что мы ушли вдвоем Все видели, что вернулся я один Я не хочу врать, я не буду врать Врать не надо, но и выкладывать так все сразу ни к чему Я не виновен Не виновен 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 Потому что дядю моего подозреваете Это нелепо Потому что дядя, он, он не мог никого убить И все-таки, а что вы делали в реке? А я вам уже ответила на этот вопрос Она была расстроена Я хотел Оправдаться, объяснить ей, что слова, которые вылетели из моих уст, мне не принадлежали Как говорил дух И для этого нужно было идти к реке? Не отвечай Ты не обязан А в каких отношениях вы были с госпожей Кулешовой? Ну, отвечайте, не томите Ну, скажем так, у нас были отношения романтического свойства, я бы так их охарактеризовал То есть, вы были любовниками? Да И что случилось? Вы поссорились? Не то, что бы Мы просто поговорили Затем она сказала, что собирается пройтись и Оставили даму одну, ночью в пустынном месте Так? Она настаивала, она настаивала Значит, все-таки поссорились Я полагаю, мой брат достаточно помог следствию и больше ему добавить нечего Согласен Евграшин Господин Миронов задержан до выяснения обстоятельств Дух Татьяны Кулешовой, явись 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 Анна Викторовна, Анна Викторовна Анна Викторовна Как же вы меня напугали Не бойтесь, вы вчера на меня произвели нескладимое впечатление Интересно, чем? Извините, я тороплюсь Послушайте, послушайте Какая-то нелепая, ужасная смерть Мне вот захотелось прийти сюда Зачем? Я даже не знаю, просто захотелось Битной Татьяны Красота и смерть, а они всегда Шагают вместе Любовь и смерть Всегда идут в обнимку Вы знаете, я Стихи пишу Вы читали мне в газетах? Случалось И как? Как вы находите? Хорошо Выразительно Спасибо Вы знаете, я Я любил ее безответно И Мне кажется Здесь Произошло убийство А кто, по-вашему, убийца? Ваш дядя Последним видел ее Да что за намеки? Ну, как же это факт? Когда мой дядя оставил здесь Кулешову Она еще была жива Вот вы, кстати Вы ведь после нас ушли Вы тоже могли вернуться на берег Нет, 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 нет Нет, 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 нет Нет, нет, нет Ну, вот Мазаев Да, Мазаев Он сразу же вернулся После того, как мы вышли от Кулешовых Трость забыл И что, вы его дождались? Нет, я ушел Спасибо, всего доброго Анна, вы Вы так прекрасно смотритесь на этом механизме Анна! Анна 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 Господин Мазаев Анна А вы? Господи, что вы здесь делаете? А у вас было открыто А я стучала А это ваша шляпа Да, благодарю Это моя шляпа Полагаю, вы уже знаете? Да Знаю Это ужасно Да Это ужасно Ужасно Я в толк не возьму Что вам угодно Да Видите ли Я бы хотела Я бы хотела купить у вас вашу трость Трость? Да Мою? Да Зачем она вам? А у нее такой красивый набалдашник А батюшка мой, он коллекционирует их И я бы хотела сделать ему подарок Что-нибудь еще, сударыня? В вашу трость Знаете, мне сейчас Я сейчас очень занят Мне сейчас некогда Давайте потом Хорошо? Да, конечно Да Но вы ведь Забрали ее вчера у Калешовых? Да Забрал А может и нет Я не помню Послушайте, сударыня Вы идите Как там вас, Анна Викторовна Идите Я найду вам эту трость Да, я найду Но сейчас некогда Я очень занят Извините Да, хорошо Да Так я зайду на днях Да, да На днях Да, на днях Спасибо На днях Спасибо большое Да, на днях Яков Платоныч Что-то удалось выяснить? Да, утопленницу звали Савушкина Екатерина Это было лет пять назад С делом ознакомились? Разумеется, но Там особо ничего нет Так как расследовать было нечего Но, несмотря на это Я поспрашивал в участке Эта Савушкина была помолвлена И накануне свадьбы бросилась в реку Примечательно, что за ней тогда ухаживал Кто бы вы думали? Ну, не томите Наш медиум Петр Миронов? Да Вот что, Нюш, эта история похожа на нашу историю с Кулешовой Войдите Вошло в городе Тут к вам Говорят по делу Кулешовой Давай Хорошо Вот это Это и есть орудие убийства Трость Мазаева И я ее нашла на обрыве Вы позволите Похоже на кровь А вы уверены, что это трость Мазаева? Абсолютно Я вчера очень хорошо ее разглядела Вы должны будете показать мне это место Да, конечно Антон Андреевич А вы тащите мне сюда этого Мазаева Да, будет сделано Револьвер возьмите Стрелять-то умеете Разумеется, я ходил в тир Хорошо, только осторожно Да 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 Вы, может, ко мне в повозку пересядете? Еще далеко? Да ничего, ничего, доеду Не беспокойтесь Вставайте, я из полиции Ну? Полиция Я там 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 грабитую Да не меня Вот там У меня в доме Вот, вот он Вот, вот Да держи его Ну Вот это место Вы здесь натоптали? Знаете что? Это, наверное, ваши городовые натоптали Жаль, только орудие убийства не нашли Прошу прощения за работой Забывай о такте Тело упало там, потом его перекатили к обрыву и сбросили в воду Кровь и здесь, и там А как же вы узнали, где находится трость? Вы что, ясновидящие? Смотрите, как много у вас подозреваемых Во-первых, Мазаев Он мог сам спрятать свою трость, а потом вернуться за ней И пойти к реке? Именно Между прочим, он не признается в том, что трость потеряна, я проверяла А почему? Почему? Боится Дальше Семенов, он тоже мог спрятать трость Мазаева А когда тот вернулся, ее не нашел и ушел домой Семенов сам взял эту трость, пошел на обрыв и убыл к Кулешову Которая, между прочим, к тому моменту уже ходила по берегу одна А дальше? А дальше ваш дядя? Нет, дядя не мог Он ведь ушел без трости и вернулся тоже без нее И вообще, он все время был на виду, он не мог взять эту дурацкую трость Вы что, ведете собственное расследование? А что делать, если полиция не справляется? А между прочим, Семенов мне сегодня говорил какую-то ерунду о том, что любовь и смерть всегда ходят рядом Да И в Кулешова ведь он был влюблен И даже стихи ей писал Сначала о любви, а потом о смерти Да-да-да-да Мазаев слишком прост для этой истории Семенов Я должна кое-что проверить Вы что-то сказали? Нет, ничего Что за чудное было мгновение? Что за чудное было мгновение? Нет... Это именно реакция Руковка Магиби Жюне Руковка 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 Это было давно. Я не помню, когда это было. Пронеслись, как виденья, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом теперь позабыло. Это было давно. Я не помню, когда это было. Все какие-то сны наяву, все какие-то светлые грезы. В сердце нежная грусть и любовь, а в глазах непонятные слезы. Ах, без жизни проносится жизнь вся моя, поглощаемой жизненной тиною. Я борюсь день и ночь, сам себе я судья, и тюрьма, и палач с гильотиной. Ну, вернулся я за тростью. Смотрю, нет ее нигде. Думаю, не пропадет. Продолжайте. Думаю, не пропадет. Дом-то вроде как приличный. Прошел обратно, а Семенова уже не было. Ушел, не дождался, наверное. Вот, ударился в бега. Пришлось с городовыми его ловить. Что, скрыться хотели? А почем я знал, что он полицейский? Вы наружу его посмотрите. Вот на вас посмотришь, сразу видно фараон. А этот? Мазурик, он и есть. Мазурик. Вот. Что это? Я провел обыск. Изъял письма. Вдруг там что-то интересное. Вы что, с госпожой Громовой переписываетесь? Так она мне приглашение-то прислала на этот злополучный вечер. Ивграшин. Ивграшин. Отпустите господина Мазаева. О, вот это правильно. Нет, нет, ни в коем случае. Это останется у нас. Это вещественное доказательство. Обернуть не забудьте. Я ему верю. Отправляйтесь в дом к Мироновым. Мне нужны письма, которые Петр Миронов получал в последние дни. Письма. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Подождите, это же я, Семенов. Вы так быстро едете, что я не успеваю за вами. От самого дома бегу. А что случилось? Ничего. Я просто ждал вас. Зачем? Хотел на прогулку пригласить. Погода хорошая. Может быть, к реке сходим? К реке? Да. Нет, знаете, я сейчас очень занята. Ничего. Можно вечером. Вы знаете, как соловьи поют. Нет, нет. Знаете, я сейчас все время занята. Анна Викторовна, голубышек, я должен объясниться. Нет, пожалуйста, не надо. Анна Викторовна, подождите, подождите. Вы знаете, я едва пережил эти несколько часов с того самого момента, как утром увидел вас. Это вы что хотите этим сказать? А вот это вот и хочу сказать, что я вас увидел утром в такую свежую, летящую верхом, как амазонку. Бога, пожалуйста, не надо. Анна Викторовна, подождите. Вы перевернули мне душ. Я даже стихи написал. Боже мой, это же умные стихи. Как же это было давно. А вы что, храните это? Это в связи, да. То есть, нет. Это же посвящено Кате, вот. А вот это вот Татьяне. Позвольте, это все потому что… А вы что, подозреваетесь, что это я? Ну, дайте газету. Анна Викторовна, дайте газету! Дайте газету! Вот, дайте газету! Оставьте ее! О, Антоша Коробейников, восемь четвертый год выпуска. Я вам не Антоша, я при исполнении. Вы задержаны, следуйте за мной. Немедленно. Вы признаетесь в убийствах? Какое убийство? Я всего лишь писал стихи о любви. Верно. Сначала о любви, а потом о смерти. Так, послушайте, я не виноват, что обе мои воздубленные умерли. Это совпадение. Нет, вы… вы ничего не докажете. Так мы не докажем, или вы не виновны? Не ловите меня на слове. Можете идти. Что? Вы свободны. Что? Я не могу задержать человека за стихи. Да? А за что же вы дядю тогда задержали? Смотрите, что получается. Пять лет назад гибнет Савушкина, и ваш дядя уезжает из города. Через пять лет он возвращается в город и гибнет госпожа Кулешова. С обеими из них у него была связь. Я не утверждаю, что он виновен, но уж слишком много совпадений. Я вам докажу, что он не виновен. Просто нужно, чтобы убийца сам себя выдал. И во всем сознался. И как же это сделать? А очень просто. Спиритический сеанс. Я поговорю с Кулешовым, и мы сделаем это еще раз. Я позову всех, кто был тогда. Только нужно, чтобы вы дядю отпустили на этот сеанс. Нет, это невозможно. Ну, почему? Это же в интересах следствия. Я не могу отпустить арестованного ради какой-то сомнительной версии. Яков Платоныч, ну, убийца ведь не знает, что версия сомнительная. И он выдаст себя. Вы увидите. Ой, как же вы наивны, Анна Викторовна. Яков Платоныч, ну, пожалуйста. Но ведь вы же ничем не рискуете. Яков Платоныч. Хорошо. Ну, дядю я привезу сам. Значит, завтра у Кулешовых. Ну и что вы мне прикажете с ней делать, Антон Андреич? Пригласите барышню покататься за город. Что? А вы спросили совет, и я, видимо, не так вас понял. Что? А где ты? Понял, что я? Cómo ты, по-по-по-по-по-по-по. Что? Здравствуйте, господа. Ветер добрый. Придется подождать, еще нет никого, назначено было на девять. Ничего. Я попрошу вас собрать всех домашних слуг. Хорошо. Идемте. Вам знаком этот предмет? Хорошо. Прошу, господа, рассаживайтесь. Как ты? Волнительные они. А ну, как в самом деле. Ничего не выйдет. Эти духи такие капризные, никогда не знаешь, чего от них ждать. Так, все получится. Вот увидишь. Держи. Господа, я вижу все в сборе. Полагаю, можем начинать? Я попрошу взяться за руки. Татьяна, кто твой убийца? Да. Я не могу. Я прошу меня извинить. Не могу, не могу. Простяйте. Не, ну все, хватит. Вызвали нас среди ночи. Ну, что за шутки в самом деле. Дамы и господа, я прошу тишины. И прошу всех занять свои места. Я сама проведу сеанс. Ну, не знаю. И что только ради дамы. Поддерживаю. Пожалуйста, все положите руку на ползунок. Дух Татьяны Кулешовой, явись. Дух Татьяны Кулешовой, явись. Дух Катерины Савушкиной, явись. Дух. 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 Громова. Они написали Громова. Громова? Что это значит? Что? Не сходите с ума. Это вы, это вы убили Савушкину и Кулешову. Не сходите с ума. Сядьте. Вы же не будете строить обвинения на показания каких-то духов. Конечно, нет. Вот записки, которые получили жертвы незадолго до смерти. Написаны они искаженным почерком, так что узнать, кто их писал, невозможно. А вот письмо, которое мы нашли у господина Мазаева. Оно написано вами и подписано вашим именем. Здесь также письма из вашей переписки с господином Мироновым. Так вот, между этими анонимками и вашими письмами есть связь. Бумага одинаковая. Бумага? Да мало ли кто еще мог пользоваться такой бумагой. Я довел справки. В Затонске такую бумагу не продают. То есть, купить ее здесь невозможно. А изготовлена она в Германии, где вы были пять лет назад. А это не доказательство? Это косвенное доказательство. Но есть, есть и свидетель. Прошу вас. Расскажите, что вы видели в тот вечер, когда проводился спиритический сеанс? Когда все гости стали расходиться, господин Мазаев забыли трость в прихожей. Какую из них? Эту. И что было потом? А потом я видела, как госпожа Громова взяла ее и ушла. Я хотела отнести ее к господину Мазаеву. Вот как? С чего бы это? А куда направилась госпожа Громова? Пошла к реке. Я так еще удивилась. Полагаю, дальше все ясно. Госпожа Кулешова была найдена мертвой у реки. И убита была она вот этой тростью. На ней ее кровь. Ты предал меня. Господин Миронов предал вас пять лет назад, когда оставил вас и увлекся Екатериной Саушкиной. Простить предательство вы ему не смогли, но и забыть его не смогли. Поэтому и решили избавиться от соперницы. Но господин Миронов уехал и вернулся в город лишь пять лет спустя. Но опять же не к вам, а на этот раз влюбился в Татьяну Кулешова. Я умолял Татьяну уехать вместе со мной. Боялся, что кошмар повторится. Так вот, почему вы придумали весь этот спиритический сеанс с нелепым предсказанием о смерти? Я думал, это ее испугает. Вышло совсем иначе. В тот вечер вы видели, что господин Мазаев забыл трость. Взяли ее, спустились к реке, где и нашли жертву. Вы арестованы госпожа Громова по обвинению в двух убийствах. Татьяны Кулешовой и Екатериной Сарушкиной. Ты доволен? Все могло быть иначе. Тебе просто можно было любить меня. Как я один. Ну, что ты, что? Все хорошо, что хорошо кончается. Если считать хорошим концом смерти красивых молодых женщин, которых я когда-то любил, подруг женщины, которую я тоже когда-то любил. А еще никакой я не верю. Перестань, перестань. Главное, что ты жив. И что ты на свободе. А убийца из-за плеча. Любовь, Аннушка, это... Самая опасная вещь на земле и на небе. Самая красивая и самая опасная. Должен признаться, хотя и странным образом, но преступление вы раскрыли. Разве я? Нет. Я только напугала убийцу. Да нет. Без вашего участия я бы упрятал за решетку у невинного человека. А как же вы это сделали? Все равно не поверите. Ну да ладно. Во всей этой истории есть один положительный момент. Да. Вы одержали первую победу на новом месте. Нет. Знакомство с вами. Мне пора. Я пойду. И все-таки, что же произошло на этом спиритическом сеансе? Боюсь, я не смогу вам этого рассказать. Уйдете, так и не удостоив меня объяснения? Да мне, знаете, с самой бы разобраться. Яков Платоныч. А вы простите мне этот поцелуй? Всего доброго. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok